Один из величайших микробиологов и вирусологов своего времени, известнейший ростовский ученый Александр Ефимович Эссер, в свое время любил нам, студентам, повторять о том, что величайшей, величайшей задачей фармакологии будущего, величайшей задачей феитотерапии будущего является создание препарата, которая бы, изгоняя паразитов из человеческого организма, не наносила обмену веществ человека, хозяина, вред, который губит паразитов. Уважаемые коллеги, мы, Станин Владимирович Картаренко, с огромной радостью сообщаем вам о том, что мы приблизились практически к такому препарату. Мы приблизились к открытию, и мы создали формулу такого препарата, который вот буквально в считанные дни уже выходит, и название у него очень интересное, на наш взгляд. Называется Санта Белит. В переводе на русский язык, Санта это здоровье, и Белит это желчь, здоровая желчь. Почему мы поставили во главу угла именно такое стремление, потому что паразиты, а имя им легион, в огромном своем количестве поселяются и наносят вред именно там, где у нас происходит выработка, накопление и отделение желчи. Это наши желчно-выносные желчно-накопительные протоки. И те проблемы, которые мы получаем после того, как наши паразиты погибают в результате воздействия тех или иных препаратов, тех или иных веществ, конечно, ровно так же наносят и нам, людям, хозяевам, зачастую неизгладимые, с точки зрения невротизма, с точки зрения психопатизации, с точки зрения развития тех или иных заболеваний. А чаще всего это заболевания суставов, чаще всего это заболевания сосудов, чаще всего это заболевания мочевыделительной системы. Почему? Потому что там, где тонко, там и рвется. И высокая токсичность препаратов, которые, как правило, предлагаются для уничтожения и выведения паразитов, конечно, и нам, людям, хозяевам, как я уже говорил, наносит неизгладимый вред. И, кстати сказать, реплики с вашей стороны, в части того, что полынь, то, что мы отметили с Татьяной Владимировной, крайне вредна, а вы нам пишите о том, что как же она может быть вредна, если есть настойки полыни, которые продаются и так далее, и так далее, и так далее. В связи с этим хочется сказать, что фармакология в этом смысле, даже фитотерапия в этом смысле, конечно, прошла, как прежде говорили, этапы большого пути. И то, что в прошлом веке, в позапрошлом веке считалось чуть ли не панацея, сегодня, оказывается, наносит огромные катастрофические последствия. В первую очередь, вы знаете прекрасно, это были препараты на основе опиума, это были препараты на основе кокаина. И что мы теперь знаем? Мы знаем, что эти препараты, что эти вещества приносят человечеству огромные катастрофические последствия. Поэтому мы приглашаем вас на наш вебинар, который пройдет вот в ближайшее время, в воскресенье. Ссылочка на него находится под этим видео. На этом вебинаре мы с вами подробнейшим образом остановимся на перспективах развития самой взаимопомощи при паразитарной инфекции. Расскажем вам, почему и как надо бороться с паразитами. И, конечно, с удовольствием осветим аспекты нашего нового препарата под названием Санта-Белит. Милости просим, регистрируйтесь. Еще раз приглашаем вас. Пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. И мы с удовольствием с коллегой, профессором Картавенко Татьяной Владимировной, постараемся ответить на ваши многочисленные вопросы. Продолжение следует...